Здравствуйте, друзья, здесь Деменков Юрий. Продолжаю вас знакомить с интересными предложениями от открытия брокер для тех, кто хочет инвестировать. Ну, как всегда, открытие в своем репертуаре для ленивых инвесторов, которые хотят просто вложить деньги и забыть про них, а обо всем позаботится брокер. Итак, представляю новый структурный продукт, он уже вышел, но туда еще можно подключиться с гарантированным процентом доходности. Та-да-да-данс! Гарантированный купон, структурный продукт. Смотрите, что здесь интересного. Это структурный продукт с защитой капитала. Гарантированно выплачивается 17% годовых в рублях. Условная защита инвестированных средств, об этом сейчас поговорим, валюта рубли, купон гарантированно начисляется два раза в год. Два раза в год, то есть полугодовая ставка, базовые активы отобраны на основе рыночной экспертизы. Это, на мой взгляд, самое интересное. Срок один год всего, срок инвестирования. То есть, мне кажется, вполне доступно. Смотрите, один год валюта рубли, минимальная сумма инвестирования 400 тысяч рублей. Не требуется, насколько я понимаю, статус квалифицированного инвестора. Не нужен. Уже площадка оформления структурные продукты. То есть, обращаемся к брокеру открытия. Говорим, что я хочу открыть структурный продукт. Собственно, все, подписываем документы вперед. И получаем 17% годовых. Какие базовые активы? Аэрофлот, Распадская, Сбербанк привилегированной акции и Яндекс. Все это, скорее всего, вырастет. Аэрофлот сейчас, он очень сильно упал. И перспективы роста все оценивают как очень-очень хорошее, потому что, скорее всего, он вырастет. Распадская. Вообще нет долгов у компании. Огромный кэш. Как только она начнет платить дивиденды, акции резко вырастут. Ну, они уже резко выросли. Ну, в общем, за прошедший год она дала хороший результат. Но они отказались выплачивать дивиденды, и они снова упали. Ну, не сильно, надо сказать. Ну, тем не менее. Стабильно Распадская идет в рекомендациях многих брокеров, ни одного. Сбербанк. Акции привилегированы. Тоже после сильного роста. До 286, по-моему, рублей за акцию они вырастали. Ну, это акции обычные, привилегированные там параллельно растут. Ну, вот, соответственно, они упали. Очень здорово, там до 200 рублей. Сейчас район 200 рублей. Нормально будет рост. Ну, Яндекс вообще компания растущая просто, и все. То есть, там Яндекс.Такси, они новые сервисы. Сейчас беспилотные какие-то автомобили вводят и так далее. Яндекс.Навигатор вы все знаете. Вот. И на основе вот этих вот всех технологий вводятся новые и новые продукты во всем мире, не только у нас. Это очень перспективная компания. Ставка купона. 17% годовых. Периодичность купонных выплат. Раз в полгода. То есть, два раза в год. Защитный барьер 90%. Ну, вот так. Защитный барьер. Зато купонный барьер 0%. То есть, выплата 17% годовых гарантируется. Барьер отзыва 100%. То есть, она автоотзывная. Да, досрочный отзыв предусмотрен. То есть, скорее всего, через полгода она закроется. Вот. Если не закроется, она закроется через год, потому что у нее срок действия просто год. Вот. Ну, вот так. Значит, что значит барьер отзыва? Это значит, что если все акции, все четыре акции, все четыре компании выросли, хотя бы на 1%. Нота закрывается. Продукт закрывается. Все. Вы получаете назад все свои деньги. 400 тысяч и плюс купонный доход. Вот. Что еще? Защитный барьер 90%. Если акции какой-то к бумаге упали больше, чем на 10%, то вы получаете по истечении срока действия, это риск ваш, который вы берете на себя при открытии данного продукта. Соответственно, вы получаете акции. Той компании, которая упала больше всех. То есть, если, скажем, Сбербанк опустится на 10%, по каким-то причинам, вы получите акции Сбербанка. Если Аэрофлот опустится еще на 10%, вы получите акции Аэрофлота. Ну, аналогично Распадская или еще что-то. Вот. Это риск. Вы принимаете риск на себя. И об этом я просто обязан сказать. Никто за вас эти риски не возместит. Вот этот риск, он есть. Но что такое риск? Здесь риск – это плата за повышенную доходность. Так бывает всегда. Вот. Что еще? Механизм работы. Ну, сценарии здесь стандартные. Вот Аэрофлот графики. Мы видим. И здесь есть… Если кому-то надо, напишите мне на e-mail, я вам вышлю вот эту презентацию. Так. Выручка. И так далее. Ну, здесь очень хороший показатель, я честно скажу. Распадская. Ну, Распадская росла-росла. Вот сейчас. Вот она целевая цена зелененькая. Ну, как бы все будет в ажуре наверняка. Вот. Сбербанк. Ну, вот он упал. Не знаю, будет он падать еще или нет. Смотрите сами. Вот Сбербанк привилегированные акции. Ну, все считают, что вот он упал уже достаточно. Он начнет дальше расти. Вот. Что у нас дальше? Дальше Яндекс. Яндекс упал на вот этом небольшом слухе о том, что Сбербанк его хочет поглотить. Ну, Яндекс сказал, что нифига, мы не хотим, так сказать, отдаваться. Мы будем самостоятельно. Вот. Ну, поэтому он дешевый сейчас. Собственно, вот. Здесь ориентировочные расчеты на 19 декабря 2018 года. Доллар тогда стоил 67.58. Ну, это справочная цена. Соответственно, Аэрофлот тогда стоил 107.12. Распадская 127.7. Сбербанк 165.06. Он вырос. Вот. Сейчас Яндекс 1848. Яндекс тоже уже вырос. Вот. Он у меня есть в портфеле. Он здорово подрос. Почти 2000 стоит сейчас. Вот. Насколько я понимаю, еще можно туда подключиться, к этому продукту. Обращайтесь. На сегодня все. Следующий будет структурный продукт, так сказать, тоже не менее интересный, более свежий. На сегодня все. С вами был Демитков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Демитков Юрий.